Добрый день, меня зовут Пскалов Виталий, я из города Набережных Челнов, я студент первого курса теологии. Сегодня я хотел бы рассказать одну историю. Это было, я уже не помню в каком году, но было зимой, и мы собрались съездить с молодежью на книжный форум в Нижнем Новгороде. Тогда у нас собралось две машины, и мне, так как я был одним из водителей, мне надо было забрать нескольких людей из соседнего города и проехать в направлении Нижнего Новгорода. Ну, этим самым я, получается, я был второй машиной. На пути нашей, так сказать, мы останавливались для отдыха, чтобы размяться, чтобы подышать свежим воздухом. И вот где-то после Казани мы остановились на одной из остановок, походили, поразмялись. Я посмотрел, хватает ли мне бензина. Бак был полон на 1 треть, ну, это где-то хватило бы мне на 100 с лишним километров. Вот, мы сели и поехали дальше, то есть у меня была мысль, что надо заправиться, но я ее отринул. Спустя определенный километр, где-то там 15-20, я замечаю, что у меня начинает моргать красная лампочка. То есть это означает, что у меня еще хватит бензина где-то на километров 10-15. Ну, я начинаю потихоньку искать заправки, потому что, чтобы заправиться и благополучно доехать до Нижнего. И замечаю, что ни одна заправка, она то, одна или закрыта, или вообще они только начинают строиться. То есть я начинаю уже беспокоиться, потому что лампочка начинает моргать все чаще и чаще. И в последующем она начинает уже гореть. А когда она начинает гореть, то есть я понимаю, что у меня остается 5 километров. А до той остановки, которую мы определили, мы ехать еще много-много, то есть где-то порядка 30, может, 40 километров. И именно в этот момент мне приходит мысль, точнее, я вспоминаю, что на одном из лагерей один пастор, как я помню, его звали Бубликов Константин Григорьевич, он рассказывал свою историю, что он на пустом баке проехал пол Европы. Тоже так, у него закончился Медин, и они молились. Ну, я долго не думаю, всем своим пассажирам говорю, что надо молиться. Мы начинаем потихоньку молиться. Параллельно они связываются с впереди идущей машиной и говорят, что у нас заканчивается бензин. И та машина тоже начинает молиться. Мы проезжаем 10 километров, заправок нету, машина едет. Проезжаем 20, машина также едет, тоже заправок нету. И вот мы уже подъезжаем к той точке, где мы должны были поужинать, и там виднеется заправка. И буквально, как я доезжаю до колонки, у меня буквально глохнет машина, и я самокатом доезжаю до колонки. И я посмотрел на спидометр, сколько прошло с того момента километров. Мы проехали где-то с начала мигания лампочки порядка 35 километров. То есть буквально мы, я не знаю откуда, направился бензин. Бог так благословил, что мы доехали до заправки. То есть я заправился, благословил Бога. И вот анализируя после всей этой истории, я порой думаю, что мы иногда, как те девы, у которых не хватало масла, мы понадеемся, что бензина хватит, а в итоге его не хватает. И происходит так, что бензин заканчивается. Но даже в этом случае Господь так благословляет, что даже на полном пустом баке машины мы можем доехать до определенной точки и продолжить свой путь дальше. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова